Доброе утро! Здравствуйте, дорогие друзья! Всем привет! Шалом! Хелло! Бонжур! Мы к вам приехали тот час! Привет! Бонжур! Хелло! Да, детские песни, они уже, знаете, в головах сидят, их очень тяжело оттуда вытащить даже, может, невозможно. Хорошо, доброе утро! Кто с нами? Георгий Нивня с нами, шалом! Лефименко Антон, шалом, шалом! Анна Ренгус, шалом! Кто с нами? Кто не с нами, тот против нас. Марина Шувалова, шалом! Влад Косов с нами, отлично! Владу, спасибо за его редакторскую! Яков Шатадин смотрит нас, отлично! Все, значит, Алекс Чудеевич с нами, добрый ранок! И Елена Фетисова, всем доброе утро! Таня Зуева, шалом! Тони Кауфман! Отлично! Тот устанавливает постоянное время для Торы, это нам сказал Шамай, что надо сделать Тору постоянное. Тот, конечно, увеличивает значение этого действия, да, изучать Тору, в разы, потому что, как мы знаем, что человек, его желание, оно определяет приоритетность каких-то вещей. И если ты поставил Тору, прям все, там, в это время я учу Тору, это как основа, то ты ее приоритетность поднял, этим действием ты ее поднимаешь, ну, как бы, что это важно, это реально важно. А если это важно, что ты учишь Тору, то Бог тогда точно так же тебе дает совершенно другое осознание, и другое тебе дает свет, потому что одни и те же слова, в зависимости от того, какое мы им придаем значение, они меняют вообще свою структуру. И когда человек, шалом, шалом, Аня, значит, когда человек относится к чему-то реально серьезно, к словам каким-то, да, он, он, как бы, вникает, он придает им важность, то эти слова, они открываются для него совершенно в новую реальность. И вот мы подошли уже к Мишне, Мишна в разных сборниках, они идут иногда вместе, иногда отдельно. Вот это вот Мишна, который сказал Рабан Гамлиэль, он сказал нам три подряд Мишны, Рабан Гамлиэль, сын Рабиуда Анаси. И сейчас начинается Мишна Елель, Елель сказал. И, ну, иногда их почему-то пишут вместе, да, может, там, сорок привет, а иногда их пишут раздельно. Так, давайте разберемся, почему, ну, то есть я не буду разбираться, неважно, в разных, какой-то номер Мишны, неважно. Мы сегодня изучаем Мишну, Елель сказал. Значит, Елель это уже следующее поколение, это сын Рабан Гамлиэля. Если я правильно понимаю, то это уже последнее, последнее поколение перед изгнанием. Перед изгнанием евреев из Эр-Цистраэль, из земли Израиля, когда еврейский народ уже уходил в изгнание. И они уже, уже храма не было, уже мудрецы были в Явне, город Явне, там, братья не были. То есть уже было такое очень тяжелое положение, и уже было понятно, что народ уходит в длинное изгнание, и непонятно, когда оно закончится, представляете? То есть уходили в изгнание, но не знали, когда закончится. И оно закончилось, вот, 48-й год, это уже основание государства Израиль, уже еврейского народа. В этом, там, в этом, последние два года, это впервые наступило, что большая часть евреев мира живет в Израиле, представляете? То есть мы прям живем в такую переходную эпоху, уникальную эпоху. То есть если в это вдуматься, то нам, насколько нам повезло, что вот это вот 2000 лет изгнания, хождения, там, какого-то вообще непонятного, то там обосновались в Испании вообще, там, министр финансов, учитель царя, это был главный раввин Испании, он был учителем этой Изабеллы, которая, ну, была царица Испании. Тут, это, недавно я узнал, пару недель назад, историю, звали его, по-моему, Авраам, Авраам, как? Синьор. Синьор. Авраам Синьор его звали, да? Этот Авраам Синьор, я специально зашел... Синьор. Синьор, Авраам Синьор. Я зашел в этипедию, про него почитать. Был, он был главный раввин Испании вообще, он был учитель королевы, он был один из самых богатых людей Испании того времени. И это Изабелла, она под влиянием другого, только еврея, крещеного, там было очень много евреев, которые крестились. И тот говорит, давай сделаем инквизицию, чтобы те евреи, которые крестились, будем их, значит, ловить, если они не по-настоящему соблюдают, мы у них будем все отбирать. Тарквимады его звали, это главная инквизиция. И, значит, он начал всех евреев вот так щемить, которые... Именно начал щемить, вот что интересно, он начал щемить тех евреев, которые приняли христианство. Инквизиция, она вначале распространялась только на тех, кто приняли христианство. И он им всех там зашугал, эта инквизиция, прям реально. И у них забирали все имущество, если его ловили, что он принял христианство, но они продолжают соблюдать иудаизм. Его ловили, убивали, и, значит, все имущество забирали. А тот, кто на него настучал, ему отдавали 10%. Понятное дело, что очень быстро присаднули всех евреев, которые приняли христианство. А потом он пришел, этот торпематок Изабелли, и говорит, давай тогда смотри, как так, давай, чтобы все приняли христианство, давай их указ. И она издает указ, чтобы или принимать христианство, или уходить из Испании. И представляете, этот указ выпадает 9 ава, день разрушения храма. Насколько вот этот день 9 ава, он страшный в еврейской истории, и насколько вот повторяется каждый год это 9 ава, день разрушения храма. А день разрушения храма, знаете, за счет чего? За счет того, что когда Бог вывел евреев из Едипта и сказал, все, идем в пустыню, получаем Тору, а потом идем в землю Израиля с Торой, для того, чтобы в земле Израиля построить вот это вот общество действительно по божественным законам, и придет Машеат, и гейм-овер, мир поднялся на следующую ступень святости, там уже он ушел из этого вот состояния, в котором мы сейчас находимся, погруженности в материальность. И значит, но они что сделали? Они отказались зайти в Рецисраиль, и Бог сказал, все, это я не прощу, и значит, их оставил в пустыне, чтобы сменилось поколение, ну и так далее. Так вот, тот день, когда они сказали, что мы не хотим идти в землю Израиля, это был 9 ава. И Бог сказал, сейчас вы плачете в пустую, теперь у вас будет все время причина плакать в этот день. И 492 год, 1492 год, Испания, Колумба экспедицию спонсировала этот Авраам Сеньор, это, да, главный раввин Испании. То есть там, ну реально, они были как сейчас в Америке. Вот в Америке, казалось бы, евреи там занимают сейчас очень такое высокое положение. Зять Трампа, еврей религиозный, дочка приняла Ди-Юр. Представьте, президент Америки, его дочка прошла Ди-Юр и ходит каждую субботу в синагогу, и значит, ну, кошерный дом, все, значит. Его, Трампа-сын, женился на еврейке. Вообще, представьте. И, значит, дочка Клинтона вышла замуж за еврея. То есть Америка как бы интегрировалась. Вот то же самое было в Испании в 1492 году. И это ничего не помогло. Этот, значит, Елизавета принимает этот закон. Или евреи крестятся, или уходят без имущества. И 300 тысяч евреев уходят. А этот раввин, ее учитель, который был главный раввин Франции, ему было тогда 80 лет, Авраам Синьор. Как вы думаете, что он делает? Он принимает христианство, чтобы не уходить, представляете? И умирает сразу же. Представьте вообще, да, какие ужасные были времена, да. И он 80 лет принял христианство и умер в этом же году, да. А его, его, как бы, ну, партнер, министр финансов Испании, Равдон Иска Кабарбанель, без вещей уходит. И входит в историю, как великий цадик, праведник, который ушел, ушел с вещами, ушел с чемоданом, да. Ему тоже говорили, оставайся, там все. Он говорит, нет, или мы все остаемся, или мы все уходим. И, значит, где-то 300-400 тысяч евреев ушли из Испании. Как они уходили? У нас на сайте есть в роте Дедалия Шостак, раввин Рав Дедалия Шостак. Послушайте его в роте по истории, как это все было, этот период. Это совершенно невероятно вообще, как... Это он рассказывал, кстати, про этого Авраама Синьора, но я потом в Википедии нашел, Авраам Синьор, действительно рассказывается эта история, как это все было. Ну, как бы по науке рассказывается. В общем, это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней Мишне, потому что Гилель, Гилель, который уже знал, что народ уходит в изгнание, он сказал несколько вещей. Первое, что он сказал, впервые вот, он сказал так, альтифрошмина цибур, не отделяйся от общества. То есть он дал такое указание, он говорит, если евреи живут в изгнании, есть общинная жизнь, да, то есть община, синагога и так далее. И альтифрошмина цибур, не отделяйся от общества, то есть будь все время с обществом, да, ты не можешь сказать, а, там, у них неприятности, а я переживу. Или они так живут, а я буду так. То есть только еврейский народ мог сохраниться в изгнании, только находясь вместе. Вместе в неприятностях, вместе в спасении и так далее. То есть, а почему он это еще сказал, интересно? Потому что, когда в Талмуде разбирается, за что был разрушен второй храм, то главной причиной называется, главная причина изгнания евреев из земли Израиля и разрушения храма, о котором Бог каждый день плакал три раза и до сих пор плачет. Он говорит, ой, Лебанай, это проход написано, ой, моим сыновьям, что из-за их грехов я был вынужден разрушить мой дом и отправить их в изгнание. А в чем был их главный грех? Их главный грех был беспричинная ненависть друг к другу. То есть, они друг с другом ссорились, они друг с другом ругались, они друг друга ненавидели без причины и, значит, за это пострадали. Вот это изгнание должно было закончиться в момент, когда евреи поняли, что нет никакой причины ненавидеть друг друга. Даже если есть какое-то расхождение в каких-то деталях и делах, это не причина для того, чтобы ненавидеть друг друга, потому что сама по себе ненависть друг к другу, она ломает. Это как можно перенести на семейные отношения. Когда есть два человека, у них возникают какие-то сложности, какой-то спор. И когда они просто поспорили о чем-то, но они друг друга любят, то причина спора, она несущественна. Но когда они из-за причины спора начинают ненавидеть друг друга, тогда у них рушатся отношения. Хотя потом они уже забывают причину спора. Понятно, да, идея? И, в общем, Гилель сказал, первое, что он сказал, альтифрошми нацибур, не отдаляйся от общества, не выделяйся, будь со всеми, будь частью общества. И это очень важно, потому что, если мы посмотрим религиозное общество, такое, ну вот, харидимное, ортодоксальное, оно очень монолитное такое внешне, да, смотришь, какие-то странные люди в странной одежде, совершенно они одеты странно. И многие могут подумать, а что они так странно одеты, вот эти все, штраймблы, там, пейсы, шляпы, вот такие все. А вот интересно, я просто был, вначале я был нерелигиозный, потом я хазарти-бетшува зашел вот в это вот общество такое ортодоксальное, ортодоксальное. И сейчас я нахожусь между ортодоксальным обществом и нерелигиозным. Я по убеждениям, я ортодокс вообще, то есть, вот представьте, я в штраймбле, у меня пейсы и одновременно и шляпа, и галстук, и костюм, и все, то есть, я ортодокс-ортодокс по внутри. А внешне я, видите, вот как выгляжу, просто такая вязаная типа такая, псионистская и все такое. Так, почему ортодоксальное общество одето вот так вот строго? Очень по вот этой мишне написано, сказал нам Гилель, альтифрошминацибур, не отделяйся от общества. Вот, например, общество ходит в одинаковых костюмах, и тут кто-то снимает штраймбл и снимает галстук, например. Что это значит? Это не просто он снял штраймбл и снял галстук, он уже отделился от общества, то есть, он уже думает не так, как думают они. Он явно показал по внешнему признаку, что он отделяется от общества. Теперь вы можете спросить, а может он внешне, как все, а внутри отделился. Но мы внутрь-то голову никогда не можем никому залезть. Поэтому внешнее, оно определяет для общества, или ты с нами, или не с нами. И поэтому вот эти вот внешние признаки, одежда, она как бы человек показывает, с кем я, да. Теперь, вот такая вот история. Значит, двигаемся дальше. Он сказал, аль-тифрош-минацебур, не отделяйся от общества. И второе, он сказал, аль-тамин-батсмеха-теом-матеха, и не верь в себя до дня твоей смерти. Как раз вот в этом, когда я рассказывал про Авраама-синьора, который 80 лет принял крестьянство, чтобы сохранить имущество и свое положение в обществе, то, во что он верил всю жизнь, он в конце жизни, он это все взял в один момент, вот так вот и изменил. Но приводится в комментариях классических к этой мишне, приводится пример, который был еще до него. Йоханнан Коэнгадоль, 80 лет он был первосвященник в храме. 80 лет он был вообще святейший человек, который заходил в Йом-ти-пур в святая святых. Значит, там место, в котором любая мысль, которая не про Бога, она сразу, этот первосвященник, у него была веревка к ноде привязана. И он туда заходил, любой малейший грех, сгорают предохранители, умирают, его вытаскивали. Потому что в святую святых в храме мог заходить только первосвященник один раз в году в Йом-ти-пур. Он перед этим очищался, готовился, такая была процедура, потому что если он был хоть чуть-чуть, не на стопроцентное принятие единого Бога без малейшей мысли греха, то значит он сгорал просто. В святой святых там было искажение времени и пространства, то есть там, где стоял вот этот вот ковчег завета, Крувим и так далее. Он туда заходил и все так. Йоханн Коэн Гадон 80 лет туда заходил, а 80, когда уже 80 лет он был цадик такой святой, а потом он стал вздуть. Вздуть это он ушел в секту там цадутеев и это самое. И это классический пример того, что человек не должен верить, он не может быть уверен в себе до дня своей смерти. Потому что психика человека, его голова, его ецерара, злое начало, они настолько мощные и настолько непредсказуемые, что человек, который вообще человек своим мышлением, он не управляет. У него внутри то любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, то его там гормоны какие-то шарашат, то значит он послушал одного, послушал другого, да. Я случайно вчера так в ютюбе увидел ролик, какая-то женщина, какая-то женщина есть, она была, значит, не помню, как ее называли раньше, она сейчас стала Ева Левит, а до этого она была как Сигаль, Эстер Сигаль, да. То есть какая-то женщина вообще с неустойчивой психикой, она родила пятерню, 7 лет не было детей, и она молилась, религиозная семья. Бог сделал для нее реальное чудо, у нее родилась пятерня, и никто не умер, за один раз пятерня. Она, значит, была самая, ну такая, очень продвинутый лектор по Торе, она говорила, Бог сделает для меня чудо, смотрите вообще, ну реально как бы Бог делает чудеса. Потом она в один день взяла, развелась с мужем, сняла парик, сняла религиозную одежду, и сейчас в джинсах, в футболке, значит, и говорит, а вот я вдруг поняла, что я была Эстер Сигаль, а стала Ева Левит. Ну, то есть у человека полностью, в общем, у нее вот так вот, операционку снесло, операционку снесло, дж. То есть сказал нам Гилель, Гилель нам сказал, не верь в себя до дня своей смерти. И тут же добавил, чтобы вы поняли, что я ее не сужу, потому что я эту Мишну уже учил много лет. То есть третье, что сказал Гилель, не суди ближнего, пока не станешь на его место. Я ее вообще не осуждаю, я не знаю, может она с ума сошла, может у нее там какая-то сдвиг, я не знаю, я ее вообще не сужу, потому что Гилель сказал в Мишне, не суди ближнего, пока не попадешь на его место. Поэтому я ее судить не могу, пока не роджу Петерню за один раз. Пока я не поживу с ее мужем хотя бы годик, потому что она с ним жила много лет, может он ее избивал, может он ее там, я не знаю. И, значит, я не могу ее судить, я знаю, что в мире судьей является только Бог, а мы ее судить никак не можем, потому что мы ее не знаем. Мы ее не знаем, мы не знаем всю ее специфику, поэтому мы выполняем только то, что нам сказал Гилель. Первое. Альтипрошминацибург. То есть нужно к какому-то обществу прибиться, к хорошему обществу. Я считаю, что религиозное общество это самое лучшее общество. Я смотрел разные общества, был в клубе фанатов, металлистов, был в клубе, там, и лег атлетов, там и так далее. Религиозное общество при всех его, может быть, недостатках, это лучшее общество, где стараются все помогать друг другу, где есть добро в отношениях, где воспитывают детей по божественным законам. То есть все, я за религиозное общество двумя руками и ногами. Второе. Альтамин бацмаха акио матеха. То есть человека выносит, и чем ты выше поднимаешься, тем ецерара, злое начало, сильнее против тебя работает. И в Талмуде написано «Коля Гадольми Хаверой, Ецерога Гадольми Мэна». То есть каждый, кто выше, чем его товарищ, поднимается в духовном своем восприятии, в поднятии. Его ецерара, злое начало, поднимается еще больше. Известна история про Йова, когда Йов был великий праведник, цадик, а Сатан пришел к Богу, и Бог говорит, ну смотри, Йов какой, смотри, вот видел ты такого праведника, как Йов. А Сатан говорит, а что говорит, он что просто так праведник, смотри, как у него все хорошо. И Бог говорит, ну давай ему испытания. И у него начинает все лететь. Я вчера тоже разговаривал с этим человеком, он вообще был не еврей. Очень богатый, то есть он в 20 лет уже был миллионером, такой гениальный предприниматель. И он, значит, вообще все, вот вообще не еврей, да. И он, как-то он искал истину знания, потому что он уже деньги нашел, стал, прошел дьюр, стал религиозным, все соблюдает. И у него пошла такая полоса неприятностей, что просто, ну невозможно. И он, ну совершенно, то есть, там, причем он, ну, как бы производит впечатление очень человека такого, действительно правильного, праведного. Но у него вот так на него со всех сторон удары, удары, как на Йова, да. Да, мы не знаем, пути Господни неисповедимы, мы не знаем, и поэтому нам Елеев сказал, первое, не отделяйся от общества, прибейся к какому-то обществу. Второе, не верь в себя до дня своей смерти, то есть понимаешь, что нужно очень остерегаться, ецерара, злое начало, быть осторожным в словах, там, и так далее. Третье, аль-то-дин-эт-хав-реха-ад-шит-а-делимы-кому. Никогда не осуждай никого, пока не попадешь на его место, потому что если ты его строго осудишь, а потом попадешь на его место, так ты строго кого осудил? Себя. Если ты говоришь, что, возможно, она ошиблась, и я, давайте помолимся, чтобы Ева Левит вернулась сделать шуву, вернулась к Богу, поосознала, что нужно выполнять божественные заповеди, даже если ты их не понимаешь, и мне тебе не нравится, и что у нее произошло какое-то там помутнение, и дай Бог, что Бог ее спас, и она сделала полную шуву, то тогда, если, не дай Бог, кто-то из нас оступится, то тогда вот такой же мерой будут судить нас. А если человек скажет, да, за любое такое отступление, да это там, и начнет ее там, а потом сам, не дай Бог, ты же не веришь в себя до своей смерти, это Елель сказал. И в какой-то момент оступился, не дай Бог, и идет раздача. Как раздача? Да ты сам себя осудил. Понятно? Значит, еще раз, Елель сказал, И не говори вещи, которые нельзя слушать, потому что они потом будут услышаны. Значит, здесь есть два объяснения. Первое объяснение, ну, оно, как бы, мне менее близко, но я его скажу. Аль-Тумар-Давад-Шиев-Шали-Шмар-Ши-Зафоли-Шама, не говори вещь, которую нельзя понять с первого раза, надеясь, что ее поймут потом. То есть, если ее с первого раза не поняли, так ее и потом не поймут. То есть, это, как говорил Эйнштейн, по-моему, что если ты реально знаешь что-то, то ты должен 8-летнему ребенку это объяснить. То есть, это должно быть для тебя просто и очевидно. Если ты так объясняешь, ну, там, типа, в общем, потом поймете. То не поймут, сразу не поняли, потом не поймут. Это первое объяснение. Второе объяснение. Не говори вещь, которую нельзя, чтобы ее слышали. Даже если ты один, и ты просто вслух ее говоришь. Даже если какая-то вещь, которую ты не хочешь, чтобы ее люди знали, не говори даже одному человеку. Потому что, в конце концов, если ты ее уже сказал, она будет услышана. Даже стены имеют уши, птица переносит голос. Ты кому-то другу сказал, про кого-то плохо. Он передал тому, он передал тому, он передал тому. И, в конце концов, оно все дошло туда, куда не должно было дойти. Поэтому я считаю, что два есть у нас объяснения, но мне ближе второе, что не говори вещь, которую не надо было говорить, потому что в конце концов она будет услышана. То есть каждый раз думай, что то, что ты скажешь, будет известно всем. И стоит ли это говорить или нет, это большой вопрос тогда. И последнее, что сказал нам Гилель, и не говори, когда я освобожусь от своих дел, я уже поучусь тогда, поучу я Тору. Он говорит, может ты не освободишься никогда. То есть ты думаешь, что ты освободишься, а может ты не освободишься. Вот сейчас, буквально 2-3 дня назад, один молодой парень, очень хороший такой еврейский парень, я его помню, он учился там в Торе-Реви, я его с ним несколько раз пересекался, чтобы ему было там Бару, Дайан и Мэн говорят, что Благословен судья истинный, и чтобы Ениш Матат Строра Бенешамот Ахаим, чтобы его душа была связана в связке всех душ. Очень хороший молодой парень, и было очень интересно, ну как интересно, кто-то разместил, как он погиб. Ехал молодой парень, вот знаете, такая тихая израильская дорога ночная, ровненькая, ни одной ямы. Спокойно он едет за рулем, и регистратор его машины, просто запись регистратора, да, и он едет, 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 спокойно, вообще без всяких, ну вообще без, ничего не предотвращает ничего. И тут прямо вот так вот навстречу ему выезжает машина, и лобовое столкновение, и наспорт. Сказал нам Гелиэль, не говори, когда освобожусь, поучу Тору, то есть я духовно, я наберу духовных своих достижений, когда освобожусь от материальных. Может никогда ты не освободишься, да, и поэтому нужно обязательно, вот мы правильно делаем, что мы с утра учим Тору, потому что кто знает, что будет вечером, есть, был один такой Савва Метель Мравин, он молился Минху всегда, когда наступало время, вот, есть время, когда можно начать молиться Минху в полдень, и до захода солнца. Так он всегда молился в полдень, его спрашивали почему, он говорит, а вдруг я до вечера не доживу, так я лучше сейчас выполню заповедь, а потом уже все остальное, чем я буду ждать, делать все остальное, а потом выполню заповедь. Поэтому, так как духовная жизнь, она вечная, и так как духовность это ты вкладываешь в себя навсегда, поэтому и нужно этому дать приоритетное какой-то, приоритет, и можно дать приоритет по времени, можно дать приоритет по качеству внимания, можно дать какой-то еще приоритет, но сказал нам Гилель, что, что он нам сказал, значит, он в конце нам сказал, Вальтмар, не говори, когда я освобожусь, я поучусь, может ты не освободишься. Поэтому мы сейчас хорошо поучились, давайте мы сейчас сделаем каждые свои выводы, сделайте, пожалуйста, три вывода. Ну, я давно сделал выводы из этой Мишны, что, значит, не отличается от общества, он прям выводы нам и сказал. Второе, это не верь в себя до дня своей смерти, то есть не думай, что ты цадик, что ты там выстоишь и так далее. Не суди никого, пока не попадешь на его место, поэтому нужно судить, это много говорилось уже до этого, судить лековскуд, мягко судить, лучше вообще не судить, потому что та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба и, значит, никому ничего не говорить, потому что все будет услышано. И последнее, это не говорит, как поучись, когда освобожусь, а учиться с утра в 10 утра, урок с Божьей помощью, завтра снова в 10 утра урок. Все, напишите свои выводы, поделитесь словами Торы. То, что вы для себя подумаете, что вы можете сделать по-другому, и сделайте сразу несколько заповедей, прям после урока. Сделал, 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 поделился, и с Божьей помощью Божественный Свет идет на вас и на ваши семьи, через вас и на весь мир. И считайте, что каждая ваша заповедь, она перевешивает мир в лучшую сторону, и придет скоро Машех. И Ева Левит, она вернется к раскаянию, встанет снова Эстер Сигаль, снова, значит, оденет парик и начнет выполнять все заповеди по самой строгой мерке и с Божьей помощью все исправит. Все, удачи, успехов, просто пожелание ей хорошее, да? Все, удачи, успехов, счастливо.